Смертельная авария. По дороге на Юре в Польске, ВАЗ-15 модель, угодил под фору. Предварительно 32-летний житель одного из сел Сузельского района не справился с управлением и вылетел навстречу. Легковушку тут же подмял грузовик МАН. Им управлял 43-летний житель Костромы. Мужчина в аварии не пострадал. А вот водитель пятнашки скончался еще до приезда скорой помощи. Его 29-летний пассажир с травмами был госпитализирован. Сгорело деревообрабатывающее производство. Крупный пожар произошел в Ковровском районе близ Милихова. На пилораме загорелся производственный ангар с готовой продукцией и сырьем. Огонь охватил почти 2500 квадратов помещения. Первые пожарные прибыли на место уже спустя 13 минут после вызова. Сообщается, что угрозы распространения огня на соседние здания не было. Пилораму рабочие смогли покинуть самостоятельно, поэтому пострадавших на пожаре нет. Тушили огонь более 15 человек. Министр спорта Виталий Мутко примет участие в массовом забеге. Эстафета пройдет в Ковровском Доброграде на международном форуме «Россия. Спортивная держава». Стартует забег 11 октября в 8 утра. На дорожку выйдут 250 участников. Среди них будут студенты вузов, чиновники и известные спортсмены. Первые старты дадут Ирина Слуцкая, Елена Синбаева, Бату Хасиков, Светлана Хоркина и Светлана Жорова. Возглавит забег министр спорта. Сперва грабили, затем сжигали. Двое воришек орудовали в поселке Кабельщик Кольчугинского района. По версии следствия, 36-летний москвич и его 38-летний сообщник из Кольчугина всего за два месяца ограбили 15 домов. Два из них ломышленники сожгли. Общий ущерб, причиненный собственником, почти 2,5 миллиона рублей. Сейчас уголовное расследование завершено. Грабителей ждет суд. Редактор субтитров А.Семкин